Музыка Потом они отправляют эту бумагу участковому Участковый по этой бумаге проводит проверку И отправляет ее в администрацию города И администрация города решает налагать штраф или не налагать Короче, Володич, давайте объясним, как это все должно быть Как это есть на самом деле? Нет, в принципе Вот представь, зачем вообще переименовывали милицию в полицию? Начнем с того Это я не знаю Так вот, я знаю Полиция это профессиональные правоохранительные органы Милиция это так называемая гражданская структура Которая муниципального уровня, которая набирается из местных жителей Вот И она работает по, значит, ее избирают, то есть шерифа, короче Избирают на выборах Точно так же А он набирает из местных жителей себе, так сказать, эту структуру То есть вот это вот американский формат, когда ФБР есть, есть шериф Вот То есть, соответственно, полицейские должны были стать ФБР А за порядком локальных, так сказать, муниципалитетов должны были следить милиционеры Которых шерифа мы должны были выбирать на выборы Есть еще третий уровень Это добровольные народные дружины То есть у шерифа, кроме людей на зарплате, есть еще люди, которые неравнодушны Они приходят и говорят Шувак, я хочу помогать Вот И, соответственно, вот эта вся байда с этим участковым... Что же делать? А, да, возьмите Все это байда с участковыми, там, и прочее Все это должно было закончиться, потому что этим всем должны заниматься дружинники и милиция Не острая Не ход, не чили Халапеньо туда, двадцать шут Короче, смысл-то в чем? Ни хрена это создано не было Потому что если бы, грубо говоря, это был бы местный шериф Со своими местными же помощниками Плюс подкрепленные добровольной народной дружиной То этих гопников быстренько бы вычислили свои же Пришли бы к их родителями И родители этим надрали бы им уши Борь, это общага Там чуваки общажные Общажным чувакам просто наваляли бы по щаму Никто бы там даже не представил Так вот, понимаешь, попробуем наваляй Ну и что, они вон ссут под забор У нас мужики собирались, уже били им морды И что, ровно через два дня то же самое Им похер Да нет, раза три, наверное, не четвертый Это поможет А потом, ты понимаешь, если мы пойдем им морды бить еще раз Не дай бог, ломаем что-нибудь Мы же и сядем Расскажи лучше про социальную модель Это намного интереснее Социальный модуль Социальный модуль Да, и профессиональный модуль И все остальное Расскажи Вот видишь слово, прямой эфир Сволочек Поэтому, пожалуйста, еще раз Про социальный модуль и про все остальное Социальный модуль Это такой модуль Ну расскажи про три модуля Где людей социализируют Про три модуля Расскажи Три модуля, все очень просто Жилой модуль Это место, где люди базируются И живут своей, так сказать, обычной жизнью регулярно Производственный модуль Это туда, куда они ездят работать Там, соответственно, всякая промышленность Производство и так далее Но есть места, где надо Так сказать, так как жилые модули маленькие То есть всякие стадионы, библиотеки Огромные там, какие-то там аквапарки Которые не вписываются в концепцию Жилого модуля небольшого Они располагаются в социальном модуле Люди туда приезжают Они там развлекаются, отдыхают Социализируются И несколько окрестных там этих жилых модулей Вот они там соединены с этим социальным модулем Люди приезжают, знакомятся, общаются, тусуются И все это происходит, так сказать, с нужной им регулярностью То есть все это соединено высокоскоростными линиями И тема-то какая, что молодежь там будет бывать чаще А люди в возрасте будут бывать реже Потому что молодежи нужно, соответственно, потусить, так сказать Им это интереснее гораздо в большей степени, чем нам, людям в возрасте А люди в возрасте, они там периодически могут туда заехать Ну, в театр сходить, там, в аквапарк и побулькать То есть ты предлагаешь, в принципе, распилить, скажем так Вот сейчас вот город, все эти модули соединены в одно Ты предлагаешь распилить на части это все Да, да, совершенно верно Более того, это жизненно важно для России Именно потому, что, как бы, у нас-то обратная То есть если в Китае проблема, что перенаселенность, да То у нас-то проблема обратная У нас недонаселенность, у нас деурбанизация У нас огромное пространство Просто безлюдили А как правильно говорит Василий Александрович Мельниченко Что на землю без людей придут люди без земли Ну да И то есть наша-то задача именно заключается в том, что Мы должны, наоборот, обеспечить равномерность покрытия Вот, так сказать, населения страны А что касается климата При этом вот эти вот маленькие жилые модули Они могут быть, в принципе-то, в них может быть создано Достаточно легко и непринужденно, нормальные комфортные жизненные условия То есть ничто сейчас не запрещает создать, предположим, купол на целом городе И что это, смысл этого купола? Да просто комфортная жизнь То есть люди живут... А, климатический купол Климатический купол То есть это не так называемый мозг, как говорится, защитный от... Не-не-не-не, это чисто климатическая тема То есть кому хочется хапнуть там 40-градусного мороза Он просто выходит за пределы, надевает лыжи и поехал А в самом городе непрерывно поддерживается Хорошее климатическое, там, 21 градус Зелень, круглый год птички цветут там И все остальное, и все замечательно И у нас же просто люди реально, ведь это подвиг жить там У нас, во-первых, это вечная проблема Вот, когда начинается это, значит, почему там Россия, а не Америка Да, Паршин там, значит, утверждает, что у нас там Центральная Россия, это та линия, за которой, значит, жизнь заканчивается Потому что у нас там, значит, это климатические аномалии И полгода мороз, там, значит, и дикие, и темно, и вообще все плохо Так вот, чтобы этот вопрос решить кардинально Можно просто понастроить городов, вот этих модулей И эти модули закрыть трышей, куполом И этот купол будет обеспечивать людям комфортные условия И они будут совершенно замечательно там жить Более того, тут уже была такая, такая скандальная история Когда наши архитекторы предложили почему-то принцу Чарльзу Супругу Елизаветы II, значит, соответственно Накрыть куполом самую большую дыру в земле Это, значит, кимберлитовую трубку в Якутии То есть там реально там нескольких километров в ширину И километр в глубину И вот просто там ее накрыть куполом И создать на террасах город Шикарный проект, на мой взгляд Потому что это просто вот там тусуется тот мирный, несчастный, значит Который рядом с этой кимберлитовой трубкой Трубка-то уже заморожена, она, значит, все закончилось Вместо того, чтобы им, значит, там морозить свои задницы Они могут просто переселиться в эту трубку Накрыть ее куполом И выращивать себе сады, огороды, значит, там Говорит, это чертовски интересная тема И куда ты этот проект уже... Ну, я веду свою страничку Парут 6.11 И в ней все это примерно... Это все, то есть, грубо говоря, это такой прожектор, по большому счету Ну, что сказать прожектор То есть элементы этих вещей происходят Там, пока, предположим, там город под куполом, говорят, что строят в Объединенных Арабских Федератах Значит, там, что-то там, где-то подводные города Японцы что-то там пытаются лезть в эту тему То есть, как бы, элементы этих всех вещей Японцев там надводных городов, пустующих, до хрени У китайцев У китайцев? У китайцев У японцев все застроено по самой небоунице Просто смысл-то в чем? Что сейчас нет технологических вопросов по этим темам Технологически все возможно Нет просто никакой воли создать это все в реальности Сейчас вот у нас такой визионер, это Илон Маск Который, значит, закидывает всякие идеи И все там, значит, идеи радостно принимает Хотя он не сказал еще ничего нового абсолютно Все его идеи, они достаточно вторичны Вплоть до Гиперлупа, который еще в 30-м каком-то году Наш российский ученый, там, советский, значит, уже И гораздо круче, там, есть еще гораздо круче проект Чем этот Гиперлуп, в других проектах пока Но нужно просто... То есть, я поэтому и говорю, что российская проблема И советская до этого, это вторичность Глубокая вторичность Почему-то мы не рискуем Более, это чертовски интересная тема Я сейчас стихийно, у меня просто тут, я смотрю, уже там 2-3 процента аккумулятора Вот, конечно, можно подключить резервную батарею Но я думаю, мы сейчас с тобой здесь поставим точку К тому же, вот господин Володич вообще заскучал тут А давай я скажу умную вещь Ну-ка скажи А не скажу И это он умно поступил Вот, поэтому я думаю, что сейчас эту трансляцию можно закончить Вот, а так, я думаю, что эту тему надо вообще Как-то вот тебя еще отловить пока еще здесь, на Урале И ты тут у меня под рукой Потому что такой сволочь, как ты, в Москву не дождешься Потому что, вот посмотрите, вот это лицо Вот он презирает Москву, он не ездит в нее Что вы, что вы Москва, прекрасный город Но в разумных дозировках Ты ему заплати, он приедет Сказал гнусный Володич Вот, я думаю, что на этом сейчас поставлю запятую И как-нибудь я... Давайте бухать, короче Да Нет, пока А я вот думаю, ну сожрать ли мне бургер Пришел голодный Володич и хочется сожрать Да я не голодный Вы просто в этот какую-то хрень говорите А я что Вот смотри, нам тут пишут, что не заскучали И даже жутко интересно Понимаешь, Борь, тебя хотят слушать Вот ты молчи же, собака А вот люди, которые еще до вчерашнего дня не знали, кто такой Борис Зыскин Вот сейчас, как говорится, услышав твои слова в прямом эфире Говорят, что жутко интересно И твоя программа страшно интересная Тебе надо это развивать Ну, если у людей будет интерес Я готов прочитать свою лекцию Там, или цикл лекций на эту тему Потому что уже там материаловое Я все никак оформить и соберусь В какой-то такой внятный текст Кстати, нашел недавно философа Который мне просто стоит на одной волне со мной Оказался, это Мирей Букчин, так называемый Даже не слышно никогда такого Я тут подписан на группу анархистов И, значит, там периодически мелькают всякие разные Такие вот нестандартные взгляд на мир У анархистов вообще взгляд на мир очень такой Не очень стандартный И вот там как раз этот Мирей Букчин промелькнул У нас есть такая Мария Рахманинова Совершенно чудесный персонаж Девушка редкостной красоты При этом еще немалого ума Которая очень серьезно занимается всеми этими Анархическими вопросами Социализм, марксизм, анархизм И прочее Вот она там У нее есть лекция про Мирей Букчина И часть его книг переведена Вот Он начинал как марксист Потом перешел в анархизм А потом изобрел такую Как-то он не знаю Забыл Как это называется Почему что такое Экологическое Экологическое Что-то Вот он как раз По поводу деурбанизации Как раз очень серьезно говорит Потому что Урбанизация это зло Я то, что урбанизация зло Сто я полностью согласен И, скажем так Перед этой вот Записью вот этой Трансляции небольшой Мы как раз говорили У тебя рука не устала, Бархатов? Нет У нее просто деформация просто Нет, абсолютно Моя рука, как говорится Колоть совершенно не устала Да, да, да Так что я бы заколол Зыскина с удовольствием Но не буду этого делать В прямом эфире Да, ничего Завтра Зыскина Идут мертвым дома И меня обменят в этом Да, да, да При меня там это Отложенный удар змеи Да, там Укус Изучил Насчет деурбанизации Кажется, эта идея хорошая Как и вот эти Твой проект довольно-таки интересный Я вообще любитель разделения Потому что То, что мне как раз Мне очень нравится Ты в принципе Глобальное разделение предлагаешь А я даже на минимальном разделении Потому что в России И в большинстве городов Я бы сказал Во всех городах Не разделены Этот надо вот так Держать Иначе звук не пойдет Ты перекрываешь микрофон Смотри, смотри Я тебя научу Надо вот этой рукой Держать так Так, чтобы вот эта штука Да, да, да Нет, смотри Смотри, как я держу Вот так вот Господи, да ты извращение звук Нет, просто там микрофон Снизу надо либо снять А дальше все равно погаснет Давай лучше Не будем Пускай Зыскина смотрит Короче говоря Я про что говорю Что у нас не разделено вообще То есть они разделены Как таковые районы То есть нету районов Для богатых районов Для бедных Скажем так Определенных районов Не негласное разделение Которое так иначе Может быть есть А я считаю Это нормальное Абсолютное разделение Стартификация Понятно Нет, твоя идея Конечно намного интереснее Это однозначно Я в данном случае Как бы Если начинать уже Я просто вкратце Что смысл заключается в следующем Я сторонний Я как бы Опыт моей жизни показал Что я не очень Люблю революцию Мне нравятся эволюционные вопросы И меня всегда спрашивают А как же ты эволюционно Перейдешь К новому Светлому миру Я считаю Что надо создавать Анклавы Куда отбирать людей Соответствующего Менталитета Которые близки Основная проблема Сейчас со всеми Вот этими городами И так далее Она Именно вот Ты как раз Упомянул Что у тебя нет района Где у тебя Был бы Спокойная жизнь И более или менее Люди Которые бы Тебя там Понимали Я бы сказал так Собственно говоря Где разные категории Людей не раздражали Другого Своим существованием Так вот Смысл заключается В следующем Что Сейчас это все Делается так или иначе Некими Денежными Темами То есть когда Почему мы Предположим В Америке Вот это вот Разделение происходит Почему В Каунтис Вот эти Не пускают Людей Асоциальных Да потому что Стоимость Недвижимости Сразу же падает Ну да Как только у тебя Поселился В комьюнити Комьюнити Наркоман Тебя недвижим Недвига просто Резко свалилась И все То есть это чисто Денежная оценка На самом деле Я считаю Что надо просто Создавать некий Кооперативный Кооперативную структуру Которая будет Отбирать людей Клубный Ну Кооперативная структура Кооперативная структура Она сейчас Как бы Это не модное слово Клубный формат Что такое Клубный формат Ты В некий Наши олигархи Они очень мечтают Попасть Предположим В элиту В английскую Но их туда Никто не пускает Почему Потому что Пропуск Не деньги Потому что Упадет Социальная стоимость Не финансовая А социальная стоимость Упадет Ты можешь Прийти туда И махать Миллиардами баксов Тебя все равно Туда не возьмут Потому что Ты Не Рукопожатен Ты для них Никто И ты В нашу Элитную структуру Не входи 50 лет назад Полвека назад Это решали Американцы Их тоже Не принимали В английский Высший High society Чего Сосай Да Филевин Про эту тему Четко сказал Не совсем Хай Но немного Сосай Да Но немного Сосай Вот это Сосай Оно Так сказать Очень закрытая схема И она не про деньги То есть там Деньги не решают И когда наши олигархи Приехали на запад И здесь они В России Они привыкли В 90-е Что деньги решают То там Они с удивлением Убедились Что там Как сказать В эпицентре Либерального капитализма Деньги не решают Там Абрамович не смог Купить Предположим Некую недвижимость В Нью-Йорке Его не пустили Клубный дом И так далее То есть там Есть свои Так сказать Принципы Которые Совершенно Не относят В Нью-Йорке Ну что ты Роже Вот что Вот он делает Скажи Вот что Вот он делает Один я Как лох Сижу Никого Не снимая Нет Ты Занимаешься Векторством Ты же У нас У нас Уже Профессор Да У нас Еще пока Нет Нет Я Доцент Доцент Я помню Ты был Доцентом Всегда Ну я Уже Было Перестал Ты Перестал Тебе надоело Быть доцентом Да Когда моя Ставка уменьшилась Перспектива возникла До одной восьмой Извините Мой французский Есть такой Анекдот Когда Семья Лилипутов Приходит Значит Сын Лилипут Приводит Девушку Лилипутику К родителям Знакомиться И папа С мамой Не очень Так смотрят На нее Говорят Мы так До мышей Дотрахаемся Это да Когда мне Одну восьмую Ставки Уже там Засветило Я сказал Не ребята Знаете Я в этом плане Пожалуй Наверное Закончу С вами Сотрудничество Да уж Всего вам Хорошего Утверждают Что мы Хотим Америку Открыть Нет Мы ее Закрыть Хотим Наконец-то А если На самом деле Я рекомендую Людям Поизучать Америку Значит Только Не Либеральный Дискурс А Либертарианский Ну Это разные Вещи Это разные Вещи Да Есть Ну Во-первых Надо Просто Есть такой Кадр Называется Рон Пол Его Сначала Он баллотировался Президента Предыдущую Компанию В эту Компанию Пытался Пролезть Его Сын Значит Не удалось Слили Значит И Рекомендую Посмотреть Либертарианские Колледжи Есть Два Колледжа Один Называется Дип Спринс Шикарен Причем Там С этим Колледжем Очень Интересная Тема Он Был Для Мальчиков В какой-то Момент Значит Родители Родители Равенства Туда Продавили Девочек Но Продержалась Эта Система Два Года Сейчас Он Опять Строго Для Мальчиков Это Правильно Поддерживаю Да Колледж Совершенно Прекрасный Он Находится В сорока Милях От Ближайшего Городка Вообще Нам Надо Сесть Да Ты сюда Седешь Илья Ну Давай Двинусь Давай Я Сюда Сдвинусь Какая разница Переставь Отсюда Чтобы Оно Не мешало Вот Мы Вот Так Поставим Оно Зеркалит Конечно Это здорово Я вообще Люблю Когда Видео Зеркалит Что Какое-то Оно Мутное Слушай Что Зачем Я Мутный Ты Не Мутный Вроде Да Нет Почему Разрешение Какое-то Нескать Ну А какое Разрешение У Веб Камеры Мало Ли Мегапиксель Да Откуда Мегапиксель Нет Вот Если бы Этот самый На телефоне То было бы лучше Можно Попробовать Не на ноутбук А лучше Стало Получше Да Это наверное Просто Я лякнул рукой Когда здесь Крутил Вверху Смотри Получше Стало Сойдет Вот Сойдет Потому что Нам ведь Нужны не наши Красивые Морды Ну да Нам нужен Текст Вот Смотри Мы даже Входим Нормально Я причем Вот так Сделаю Чтобы Входить В экран Вот И мы Будем Входить Вот На самом деле Мы в прошлый раз С тобой Столько Тем обозначили Что я даже Честно говоря Не помню На котором Мы решили Писать Вторую Да Там Было Вообще На самом деле Я хотел бы Заметить Что Я Закрыв Все это Безобразие В 2012 Году Все эти Свои проекты По подкастам Спираларбатские Посидельцы Потом Киношный Артефакт Ну киношно-театральный Артефакт И все остальные Даже свой Персональный Я иногда Вспоминаю Что-то Пытаюсь Что-то Там В принципе Все закрыв И не считая Необходимость Потому что Считаю Что Все что Мы тогда Хотели Сказать И как Сейчас Я И Юра Хейфис Мы Как бы Все сказали Что хотели Сказать И вроде Нам больше Сказать Миру Вроде Нечего Вот И ты Единственный Кто Пожалуй Как-то Меня Возбудил Вот Господин Зыскин Меня Возбудил На то Чтобы Снова Вернуться Кому-то Безобразию Потому что Он несет Всякие Интересные Вещи Которые Мне бы Хотелось Как раз Можно На самом деле Что-нибудь Про города Поговорить Но уже Немного С точки Зрения Продолжить Все-таки Эту Схему Устройства У тебя Есть Некое Концентуальное Что-то В голове Ты готов Не просто Можно Про конурбацию Поговорить Куда Мастурбацию Это мы Все любим Девочки И мальчики В данном Случае Скорее Пока что Это все Больше Сюда Идет А ты еще Хотел Про Возможность Непрекращения СССР Помнишь Что-то Или ты Не готов Еще К этой Теме Не Сформировался В голове Нет Про СССР Можно Поговорить Нет Можно И как бы Упомянуть Просто Скорее Вопрос Помнишь Мы говорили О том С тобой Что Как бы По твоему Мнению Выглядел В СССР Если бы Оно Не прекратило Существование Сперва С приходом Горбачева А потом Соответственно Из революции 91-го года Или Не готов Еще к теме Нет На самом деле Я считаю Что То есть Мне ни СССР Не нравилась Ни нынешняя ситуация Да Просто Мы Как обычно Из нескольких зол Выбираем меньше Если ставится так Вопрос Выбора Из нескольких зол Меньшего То конечно СССР Сейчас видится Уже меньшим злом Чем Нынешняя Ну ты готов Эту тему Говорить Или лучше городскую Да Можно Почему Вполне На самом деле Она все равно Упирается В те же самые вещи Как Обустроить Так сказать Жизнь Ну как Это хорошо Все любят Как Некоторые любят Пись-пись Причем Заметь Мне все равно Не нравится Что я больше Тебе Как бы мне Сжаться До твоего уровня Или тебе Подрасти До моего Тебе надо ближе А мне надо дальше Точно Поменяем перспективу И причем Вот так вот Развернем Мне важно Чтобы твое Счастливое лицо Было видно А не моя Какая-то Волсатая Гитлеровская Морда Вот Так Ну собственно Все